В заповедник на выполнение плановых работ ягера вышли на лошадях 2 февраля, несмотря на сообщения синоптиков об ухудшающейся погоде. Но к условенному сроку на место постоянной дислокации лесники не вернулись. К счастью, с ними имелась сотовая связь, но найти их в условиях снежной вьюги представлялось маловероятным. Поэтому после безуспешных поисков коллег через двое суток представители лесфоза обратились за помощью к спасателям. 4 февраля этого года утром в 4 часа 10 минут к нам поступило сообщение о том, что в районе заповедника Аксужабаглы в Тулькабасском районе потерялись лесники. Для проведения поисково-спасательных работ к месту пропажи людей направили четверых спасателей и одну машину высокой проходимости. Утром в 8.40 специалисты отряда прибыли к месту расположения сотрудников лесного хозяйства Аксужабаглы и выяснили, что они знают, где приблизительно находятся коллеги и могут указать это место. Утром около 9 утра спасатели вытянулись в район села Амангриды Джуалинского района Джамбульской области, где предположительно находились егеря. Видимость была практически нулевая, но это не мешало поисковым работам. В распоряжении спасателей были GPS-навигаторы. Егери передали нашим спасателям координаты GPS-навигации. При наличии навигатора видимость значения не имеет. Благодаря данным навигации уже через два часа мы обнаружили пропавших сотрудников лесного хозяйства. Они были живы. Здоровью егерей также ничего не угрожает. В полдень закончив поисковые работы, спасатели выдвинулись к месту постоянной дислокации. По дороге оперативники от Рада провели еще одну спасательную операцию. Вызвали ли снежного заноса автомашину с людьми, которые также проигнорировав предупреждение специалистов ПЧС и синоптиков, вышли в дорогу. К счастью, и в этом случае происшествие обошлось без пострадавших. Даня Архдайбергенов, Марат Давлетов, Дельшот Адашев. Информационная служба телекомпании «Утрар».